Добрый вечер! В эфире Вести Кабардино-Балкария, в студии Тахир Дадуев. И коротко о главных темах выпуска. 26 дивизий вторглись бы в нашу территорию с юга и уже непредсказуемо были бы развитием дальнейших событий. Битва на Курских высотах стала прологом победы в Сталинграде. Плюс 7% с сегодняшнего дня размер пенсии в России превысил 8 тысяч рублей. Свыше 100 внебюджетных мест для сирийских студентов. Кто платит за обучение иностранцев Кабардино-Балкарии? С сегодняшнего дня в России пенсии повышены практически на 7%. В Кабардино-Балкарии выплаты касаются свыше 350 тысяч человек. Средняя сумма увеличения трудовой пенсии составляет 486 рублей 38 копеек. Итак, отныне трудовая пенсия в среднем равна 8 тысячам небольшим. Выплата по старости превысит 8,5 тысяч. Столько же будут получать те, кто потерял кормильца. Инвалиды в среднем около 5,5 тысяч. Очередное повышение трудовых пенсий ожидается с 1 апреля. Ежемесячные денежные выплаты будут проиндексированы на 5,5%. Еще один перерасчет произведут в августе и коснется он только работающих пенсионеров. При этом в течение года минимальный уровень пенсионного обеспечения будет по-прежнему не ниже прожиточного минимума в регионе. Все выплаты будут производиться своевременно и без задержек, подчеркивают в отделении пенсионного фонда Кабардино-Балкарии. Орботники образования могут рассчитывать на повышение зарплаты. Правительство КБР одобрило законопроект, который предусматривает увеличение фонда оплаты труда педагогов. Зарплата учителей должна вырасти на 33%, воспитателей на 27%. Министерство образования рассчитывает, что эти меры позволят довести размер заработной платы педагогов до среднего по экономике уже в 2013 году. Напомню, сейчас он составляет 17 610 рублей. Что касается работников дошкольного образования, их среднемесячный заработок должен быть не менее 14 700 рублей. К другим темам. Военные действия в Сирии грозят перейти в новый, уже глобальный этап эскалации конфликта. Об этом свидетельствуют непрекращающиеся удары израильских ВВС. Тем временем в Нальчик продолжают пребывать сирийские студенты. Из 102 приглашенных на обучение в КБГУ соотечественников, на сегодняшний день 90 уже размещены в общежитиях университета. Как их приняли в студенческом городке Нальчика, расскажет Марьям Жангуразова. 20-летний Рифат Рамадан в Нальчике уже месяц. По-русски он пока не говорит, но Кавказ понравился ему с первого взгляда. После окончания учебы планирует вернуться на Ближний Восток. По происхождению Рифат дагестанец, но своим отечеством все же считает Сирию. Я не успел еще освоиться, мне здесь все нравится, но в Сирии мои родные, моя семья. Наставник иностранных студентов Самид Житкар, живущий в Кабардино-Балкаре уже шестой год, говорит, настроения студентов неоднородны. Есть некоторые, которые хотят окончить учебу, чтобы набрать хорошую специальность и вернуться в Сирию. А есть, которые хотят остаться на историческом родине, но они же кавказцы, большинство по линии Хаси, Адыгахаса. И есть разные мнения. В текущем учебном году Кабардино-Балкарский государственный университет при помощи организации «Родина» принял 140 иностранных студентов, включая тех, кто поступил по контракту. Сирийцев 102 человека. Квот в этом и прошлом годах выделено почти в 4 раза больше, чем в довоенное время. Конечно же, в этом году особо, почему здесь мы искали возможности, республика искала, руководство республики искало возможность вывода наших детей, соотечественников, девочек, мальчиков, потому что, естественно, из-за военных действий могут погибнуть невинные дети. В Управлении внешних связей внимание акцентируют на том, что за обучение сирийских студентов платят не из бюджета. Средства выделяют благотворительные фонды. Русские им будут преподаваться индивидуально по усиленной программе всего полгода. Те, кому удастся освоить язык, будут зачислены в университет. Остальным же предоставят вторую возможность обучения на подготовительном факультете. В зависимости от того, какой профиль их образования, какие оценки, какой уровень по профилирующим предметам, мы уже здесь, они 2-3 специальности просят, а Москва, когда мы получаем бюджетные места, Москва определяет, куда их направлять, в зависимости от возможностей университета и их аттестатов. На сегодня в Нальчике уже находятся 90 зачисленных в КБГУ соотечественников из Ближневосточного региона. По происхождению они кабардинцы, адыгейцы, дагестанцы и балкарцы. У одного мама русская. Они осваиваются и изучают русский язык. Досуг проводят в поисках работы. Из Сирии родные не в состоянии высылать деньги, а на стипендию, как известно, прожить непросто. Нафен Али в выборе работы непривередливо, но уверена, в Сирии она будет медиком. Я выбрала эту профессию, потому что я люблю эту профессию и хочу помогать людям лечить. Еще 12 будущих студентов в КБГУ пока находятся в Сирийской Арабской Республике, но уже получили визы и приглашение на учебу. В ближайшие дни они вылетают в Россию. Вопросами трудоустройства выпускников займется Международная Черкесская Ассоциация. Марьям Джангуразова, Тахир Дадуев, Заур Канкулов, Вести Кабардинобалкария. Сегодня в Кабардино-Балкарии вновь штурмовали Кубские высоты. В память о тех, кто зимой 43-го предопределил исход Второй мировой войны. Сначала освободив от фашистов Кавказ, а затем взяв в окружение армию фельдмаршала Павлюса. 70 лет назад победа под Сталинградом поставила крест на планах вермахта. 70 лет спустя курсанты районных отделений ДОСАА в республике решили повторить путь солдат 40-х. Поднялась на легендарные высоты и наш специальный корреспондент Наталья Булат. Есть слово. К третьей школе Верхнего Курпа курсанты ДОСАА в подъехали колонны отправиться на восхождение. Не случайно решили именно от этого учебного заведения. Именно здесь, во дворе, свой последний приют обрели те, кого уже в мирное время нашли на Курпских высотах. Символично, что митинг провели накануне Сталинградской битвы. Именно Нальчикско-Владикавказская наступательная операция стала прологом той самой трудной победы. На границе с Советским Союзом стояло 26 турецких дивизий. Они ждали одного сигнала. Владикавказ пал. То есть 26 дивизий вторглись бы на нашу территорию с юга и уже непредсказуемо было бы развитие дальнейших событий. Они не получили этого сигнала. Это подвиг. Еще один памятник павшим в Великой Отечественной и следующая остановка. Селение Наркой. Так же, как и Верхний Курп, было оккупировано фашистами. Минута молчания и цветы к мемориалу. Тем, кто так и не смог увидеть мирное небо. 49 дней и ночей. Именно столько длилась битва за Кавказ. И начиналось все здесь, в ноябре 42-го на Курпских высотах. Причем у немцев это была вторая попытка пробиться Грозному. Первую они предприняли в сентябре того же года. Через Ильхотово его сейчас не видно. Туман. Потерпели поражение, отошли к Верхнему Курпу. Вторая попытка оказалась роковой. В битве за Курпские высоты Советский Союз потерял свыше 10 тысяч солдат. Но высоту отстояли. Путь на Курпские высоты не близкий, но пройти его курсанты ДСАФ решили пешком. По узкой дороге, не расходясь в стороны. Командиры предупредили, бродить по склонам опасно. Здесь и сегодня можно нарваться на мину. Именно в таких условиях приходилось воевать бойцам Красной Армии. Я представляю, тяжело было. Конечно, надо это все помнить, уважать, молодежи донести. Прадед и родственники воевали. Горе у всех там. У всех кто-то воевал, кто-то погиб. Все кого-то вспоминают. Очень часто интересуюсь историей. И поэтому для меня это как память, дань той памяти, которая заслуживает жить вечно. Если вспомнить о цифрах, то Курпские высоты находятся на одинаковом расстоянии от Грозного и Нальчика, еще ближе от Северной Осетии и Ингушетии. Их по праву можно назвать пересечением границ. Да и воевали здесь жители всех этих республик. Правда, тогда меньше всего думали, кто откуда родом. Когда я увидел молодежь, которая здесь стоит, я понял, что единство России во многом зависит от наших молодых парней, молодых девчат, которые действительно готовы встать на защиту единства нашей страны. Война Василия Дегтяренко призвала в 43-м. 17-летним мальчишкой он едва успел закончить училище связистов, как попал на фронт. В самое пекло. Освобождал Белоруссию, Польшу, дошел до Берлина. В 86 лет он впервые поднялся на Курпские высоты. Это вот эта вот земля, если вам сказать, наверное, по щиколку будет в крови все. Мы над трупом лежит, мы не знаем, что тут. Это просто я хочу поклониться и поблагодарить всех, которые здесь отдали свою жизнь ради цветущего поколения в настоящее время. Спускаться на автомашинах с Курпских высот курсанты отказались. Хотели пройти весь путь, как солдаты в 43-м. Внизу их уже ждала солдатская каша и чай. Сегодняшнее восхождение ребят, конечно, не подвиг, но желание, помните, чтить память, неумолимо. Наталья Булат, Игорь Мигулин, Вести, Кабардино-Балкария. С сегодняшнего дня на крупнейших железнодорожных станциях КБР, Нальчик и Прохладное, начинает действовать новейшее досмотровое оборудование. Его установка обошлась в 52 миллиона рублей. Оснащение современными средствами антитеррористической защиты пассажиров и персонала проведено по распоряжению президента России. По словам специалистов, схема досмотра пассажиров и багажа принципиально не изменилась. Людям придется проходить через рамочный металлоискатель. Багаж будут пропускать через интроскоп. Контроль полностью компьютеризирован. Стационарные ручные металлоискатели уже установлены на всех вокзалах, сообщает дирекция Северокавказской железной дороги. 50 специалистов и инспекторов прошли курс обучения работе на современном оборудовании. Безопасность на железнодорожных вокзалах по-прежнему будет обеспечиваться совместно с транспортной полицией и органами внутренних дел. Компьютеры, интерактивные доски и электронные журналы. Школы Урванского района получили новое оборудование по программе модернизации образования. О современных технологиях. Мой коллега Осман Казаков. По программе первый лиценарт Калы получил 18 компьютеров. Это способствовало обновлению двух кабинетов информатики. В классах также появились интерактивные доски и проекторы. Опасения в управлении образованием Урванского района, что новое оборудование не будет полностью использоваться, были напрасны. Педагоги все компетентны. Они владеют всей этой техникой. Они все прошли курсы по информатике. Умеют пользоваться интерактивной доской, умеют пользоваться компьютерами, проекторами и так далее. Освоили программу электронного журнала электронных дневников. Кстати, для последнего нововведения в школе появилась электронная учительская. Здесь сразу несколько педагогов могут занести результаты учеников в базу данных. О родителе узнать необходимую информацию о своем ребенке. В любой момент можно выйти в интернет, посмотреть оценочки, быть в курсе всего, прочитать рекомендации учителя, ознакомиться с записями классного руководителя. Воспользоваться электронным дневником теперь сможет практически любой родитель. Более 300 компьютеров поступило в школы Урванского района. Всего же в рамках модернизации образования из федерального бюджета выделено около 45 миллионов рублей. В настоящий момент планируется потратить порядка 33 миллионов рублей. Речь идет о ремонте образовательных учреждений, о поставках учебно-лабораторного оборудования, учебно-наглядных пособий, учебных материалов, интерактивных тосок, мебели и, конечно же, компьютерной техники. Такую поддержку, как сейчас, образовательная система не получала последние 20 лет, подчеркнул Сражудин Жемухов. Использование современного оборудования, по его мнению, должно привести к повышению качества образования в школах. Осман Казаков, Анзор Кашироков, Вести, Кабардино-Балкария. И о спорте. Обладатели золотых медалей международного турнира по вольной борьбе в Красноярске Ануар Гидуев и Анзор Уришев вернулись в республику. Сегодня тренеры спортсменов и Анюар Гидуев встретились с журналистами. Оба спортсмена имели опыт участия в турнире имени Ивана Ярыгина, отметили на пресс-конференции. Для Анзора Уришева, а именно он был главным фаворитом весовой категории до 85 килограммов, эта победа уже третья по счету. После неудачи на Олимпиаде в Лондоне Уришев реабилитировался. Все свои схватки в Красноярске он провел уверенно, рассказал тренер Анзор Тимботов. А вот золотая медаль Анюара Гидуева для многих специалистов стала неожиданностью. И как приехали туда мы на соревнования, все говорили, вот у нас претендент первый Кахабе Хубешта, второй Саба Хубешта, там третий Маликов и в конце там Анюар Гидуев, у нас еще такой есть. Ну, Анюар показал и доказал, что на сегодняшний день он в боевой форме и может участвовать на соревнованиях любого ранга. В финальной схватке до 74 килограммов Гидуев в трех периодах одолел борца из РСО Алании Саба Хубешты. Теперь впереди у наших борцов чемпионат Европы, который пройдет 17 марта. Кстати, участие в нем может принять и Белял Махов. Это была последняя информация на сегодня. Напомню, все выпуски нашей программы вы можете посмотреть на интернет-сайте вести.кбр.ру. Оставайтесь с нами на телеканале «Россия». Потрясающее предложение. В салонах «Оптики Ленар» стильные медицинские оправы от 290 рублей. Нальчик, Ногмова, 70, Пачева, 36. В магазине «Офис и дом» итальянские спальни от 98 тысяч рублей. Спальня московских фабрик от 29 тысяч 990 рублей. Огромный выбор матрасов. Спешите. Город Нальчик, улица Кирова, 294. Добрый вечер. Потепление придет в наш регион, но лишь к началу следующей недели. Что касается выходных, по данным информагентства «Метеоновости», в некоторых районах осадки около минус 2-3, ветер переменно 3 метра в секунду, атмосферное давление 722 миллиметра ртутного столба. В Зульском районе временами туман, осадки и минус 3 градуса. В горах сохранится низкая температура. У подножия Альбруса днем термометры зафиксируют минус 8-9. Небольшой снег и облачно. Немного выше показатели термометров в Тернаузе – минус 6. На территории Боксана, Чигемы и Норткалы сыро, пасмурно. Отсюда и понижение температуры в среднем до минус 2. В Прохладинском и Майском районах при минус 2 влажность повышена. Небо затянуто облаками. Погода в Терском и Лискинском влажно-ветренной синоптике обещают осадки. В Кашхатау легкий мороз, минус 4 градуса, снег. В столице Кабардино-Балкарии днем столбики термометров подойдут к минус 2. И велика вероятность мокрого снега, уверяют синоптики. Это все о погоде. Всего доброго. Империя стиля – торжество новых тенденций мебельной моды. Ваша индивидуальность – наша работа. Салон «Импера» Лугнова-6. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова